В Твери выбрали лучших молодых исполнителей народной музыки. В областной столице прошел 4-й всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей на народных инструментах имени Андреева. Участие в нем приняли около сотни молодых музыкантов. Они продолжатели лучших народных традиций, заложенных создателем и руководителем 1-го Великорусского оркестра народных инструментов, педагога, композитора, исполнителя виртуоза на балалайке и гармонике, уроженца Бежицка Василия Васильевича Андреева. География участников конкурса широкая. В областную столицу приехали солисты и ансамбли из детских школ искусств и музыкальных колледжей Тверской, Московской и Тульской областей, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, а также Луганской народной республики. У меня старший брат занимался на Домре, и мне очень понравился этот инструмент, и по звучанию я решила пойти на Домру. Домра — это более медленное, либо же резкое звучание, это очень красиво звучит при разных, к примеру, исторических произведениях. Балалайка, баян, аккордеон, Домра на этих музыкальных инструментах играют участники конкурса. Ребята усердно занимались и тренировались каждый день, чтобы показать жюри своё мастерство. С полной ответственностью и серьёзностью подошли к этому конкурсу, занимались каждый день по несколько часов, всё продумывали, подбирали программу, ночами не спали перед этим конкурсом. Леонид Лапкин учится в детской музыкальной школе имени Андреева в Бежицке. Говорит, что балалайка довольно пронзительна и цепляет струны души. Впервые я услышал балалайку именно в детском саду. Наш воспитатель играл на ней и мне очень понравилось. Потом я вынашил эту идею несколько лет и в четвёртом классе преподаватели пришли в школу с показом. И тогда я принял решение пойти в музыкальную школу. Конкурс проходил на площадке Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского в формате очных прослушиваний. Я отталкиваюсь от того, что основой музыки является звук. Мне очень важно отношение музыканта, юного музыканта к звуку. Как он владеет звуком, как он показывает то, что он наработал со своим педагогом, как он фразирует, как он выстраивает по форме. То есть те параметры, которые позволяют определить, как работают со звукообразованием. По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия служат в сохранении уникальных традиций Верхней Волжи и наследия России, способствуют приобщению жителей и молодёжи к народному искусству.